Добрый вечер! В эфире послесловие к новостям. Неутешительная статистика сегодняшнего дня. Уральский федеральный округ на втором месте по заболеваемости шизофренией. Как не сойти с ума, поговорим с нашим сегодняшним гостем. Я рада вам представить. Напротив меня главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Михаил Григорьевич, добрый вечер. Я рада вас видеть. Спасибо, что пришли. У нас прямой эфир, поэтому воспользуйтесь нашим телефоном 222-2041 для абонента послесловия. Спрашивайте. Вот такая есть статистика, что мы на втором месте по России по уровню заболеваемости шизофренией. Вас как врача, как профессионала разочаровывает эта статистика? Чем-то можно это объяснить? Это нормальная статистика. И здесь эти цифры постоянно меняются. И можно говорить о том, что в какой-то степени эти цифры растут. И этот рост объясняется тем, что в последние годы введена диспансеризация. Диспансеризация детей, конечно же. И это повышает выявляемость разных психических расстройств, в том числе и шизофрении. И поэтому то, что этих заболевших стало выявляться больше, это, в общем-то, вполне нормально. И любую болезнь, которая застигнута в самом начале, гораздо легче излечить. Если посмотреть вот те цифры, на которые вы ссылаетесь, то на первом месте стоит центральный федеральный округ, где обеспеченность врачами может быть даже лучше, чем, допустим, в Сибирском федеральном округе. И там эти цифры больше, соответственно, выявляемость лучше. И, скорее всего, это показатель, наоборот, хороший. Потому что диагностика работает. Работает диагностика, и люди получают возможность раньше получать помощь. То есть нет такого, что люди стали чаще сходить с ума? Нет, совершенно нет. Во всем мире примерно эти колебания одинаковые. Есть такие закономерности, которые, в общем, не зависят от нашего знания о них. Они есть и все. Но я прочитала, что чаще всего это приобретенный недуг, вот шизофрения конкретно. Ну, к сожалению, о шизофрении определенно еще, о ее этиологии говорить нельзя. Но все-таки в большей степени сейчас все исследователи сходятся к тому, что это заболевание носит такой эндогенный характер. В основе лежат некие генетические факторы, которые при определенном средовом воздействии выходят наружу и проявляются как заболевания. Но все-таки наследственность, она лежит на первом месте. Ну, а если говорить про приобретенные заболевания, что должно повлиять на человека, какие внешние факторы, чтобы вот сознанием что-то произошло? Вообще любое психическое расстройство – это такая комбинация разных факторов. То есть есть определенная предрасположенность. Даже когда речь идет не о шизофрении, а, допустим, о неврозах, о депрессиях, есть предрасположенность человека к болезни, но влияние средовых факторов, например, стрессов. Ну, вот сейчас, наверное, самым таким распространенным стрессом является такая многозадачность, когда человек должен в течение одного какого-то момента времени решать много-много разных задач. Это, конечно, перегружает его нервную систему, и в ряде случаев это приводит к заболеванию, к такому внутреннему конфликту, когда, например, человек, предъявляющий к себе очень высокие требования в силу воспитания, в силу каких-то традиций семейных, понимает, что он с ними не справляется, из-за этого себя очень сильно корит, и это является достаточно очень такой серьезной причиной многих заболеваний, в первую очередь невротического уровня и психосоматических заболеваний. Но есть, может быть, какие-то наиболее опасные профессии? Конечно, есть профессии, которые предъявляют человеку повышенные требования. Это, конечно, в первую очередь профессии такие помогающие, профессии, связанные с общением, это врачи, учителя, журналисты, естественно, ну и профессии, связанные с риском, спасатели, полицейские и так далее. Вот такие профессии, они предъявляют огромные требования, ну, во-первых, к такой эмоциональной выносливости человека, а во-вторых, они... А ее можно, кстати, тренировать, вот эту эмоциональную выносливость? Тренировать можно практически все, но надо понимать, что конституция человека, она все-таки предполагает определенные пределы. И когда человек выбирает какую-то профессию, лучше, чтобы ему помогал специалист, психолог, в первую очередь, который бы подобрал, помог подобрать человеку то, что наиболее подходит ему с точки зрения его психотипа. Ну, вы согласны, что нет у нас в России вот этой культуры обратиться к психотерапевту, к психологу, если вдруг что-то, вот чувствуем какой-то разлад самим собой? Мы терпим, пытаемся... Я бы сказал, что ее не было. Эта культура постепенно появляется, мы сталкиваемся с тем, что люди обращаются к специалистам, и, кстати, сказать, вот эта статистика, она говорит о том, что люди все-таки обращаются, и это хорошо. Чем больше людей обращаются к специалистам, тем больше, ну, каких-то трагедий мы можем предотвратить, потому что заболевание не разовьется, и человек будет жить долго и счастливо. Когда уже стоит вот забить тревогу и обратиться к специалисту, не знаю, две недели депрессии? Это показатель? Ну, вот есть ряд таких сигналов, на которые стоит обратить внимание. Это такие, ну, может быть, признаки, которые психиатры не всегда воспримут, как, ну, действительно, признак серьезного заболевания, но когда у человека появляется усталость, когда у человека появляются эмоциональные колебания, когда человек становится не в состоянии контролировать вот эти вот свои психические проявления, эмоциональные колебания, в том числе и сниженное настроение, в том числе и повышенную утомляемость, это уже повод для того, чтобы обратиться к специалистам, не говоря о том, что когда у человека появляются вспышки агрессии, например, или когда появляются какие-то, ну, более серьезные феномены, как потери памяти, например, или появление продуктивных психопатологических симптомов, таких галлюцинаций, бритв. Но это уже совсем тревожный звоночек. Но долго ждать? Не знаю, вот месяц я в плохом настроении, еще терплю, месяц прошел, уже идти к специалисту. Или тут все очень-очень индивидуально? Вот если речь идет о эмоциональных нарушениях и усталости, ну, может быть, есть смысл какое-то время подождать, потому что, ну, все-таки организм человека очень гибкая система, и он во многом может быть очень адаптивным. Но если это продолжается достаточно долго, ну, считается, две недели, это уже, в общем, критический показатель. Если же речь идет о более серьезных симптомах, таких как расстройство памяти, появление голосов в голове и тому подобное, то бежать надо сразу. Но люди отдают себе отчет? Вот говорят же, что сумасшедшие не понимают, что они сошли с ума, что они всегда отрицают эту проблему. Большинство людей все-таки какой-то дискомфорт чувствуют. Ну, если говорить о таких заболеваниях, как депрессии, неврозы, психосоматические заболевания, там человек чувствует, что с ним что-то не в порядке, и здесь он контролирует всю ситуацию и может, в общем, понимать, что пора идти к специалисту. В случае серьезных психических заболеваний, конечно, человек тоже чувствует какой-то дискомфорт, но не всегда понимает его причину. И здесь большая роль принадлежит близким людям, которые смогут обратить внимание человека на то, что с тобой что-то не то, и неплохо бы сходить к специалисту. Но еще, кстати говоря, о статистике, я бы хотел сказать одну очень важную вещь. Такая грозная часть патологии, как самоубийство, в нашей области идет на спад. Мы уже который год замечаем, контролируем эти цифры и констатируем, что количество самоубийств у нас, к счастью, снижается. С чем связываете? Ну, вообще, это очень многофакторная проблема. Здесь роль медицинской службы, она, в общем, определенная и не всеобъемлющая. И, конечно, это большой объем социальных факторов, факторов окружающей среды, воспитания людей, вообще вот общая атмосфера, которая царит в обществе и так далее. Но, конечно, и в общем состояние здоровья человека тоже, и психического в том числе. И вот все эти факторы, взятые под контроль, начинают приносить, вернее, взять их под контроль, начинают приносить вот свои результаты. Положительные плоды. Слушайте, а 21 век подарил нам какие-то новые психические заболевания? Ну, можно говорить о том, что каждый год появляются какие-то модные проблемы, но это, скорее всего, находки журналистов, потому что, значит, среди психиатров все-таки такие воззрения остаются достаточно константными, и классификация болезней международная, она меняется достаточно редко. То есть должно пройти какой-то срок определенный? Должно пройти время, должны пройти наблюдения, научные исследования, прежде чем исследователи скажут, что вот мы теперь по-другому смотрим на психические заболевания. И вообще медицина и психиатрия – это, в общем, области, которые должны быть достаточно консервативны, чтобы, ну, в первую очередь, конечно, не навредить человеку какими-то новыми подходами. А вот что касается консервативности, к лечению – это тоже применимо? Потому что у нас же в голове какие-то страшные сцены из фильмов с смирительными рубашками, если говорим про психическое расстройство. Что-то новое тут в медицине, какие-то способы появились? Конечно, активно развивается психотерапия, в первую очередь. Это поговорить где? Это не только поговорить, но и, в первую очередь, научить человека новым способом понимания себя и реагирования на ситуацию. И это помогает, в первую очередь, конечно, при заболеваниях, которые вызваны стрессом, но и при тяжелых психических заболеваниях обучение человека новым формам реагирования и поведения тоже помогает ему адаптироваться к своей болезни и, в том числе, выбирать какие-то более адаптивные способы, менее деструктивные формы поведения, даже тогда, когда заболевание достаточно тяжело протекает и формируется какая-то определенная критика к своим болезненным переживаниям. Ну и, конечно, это развитие фармакотерапии, она движется семимильными шагами, появляются новые препараты, которые позволяют с наименьшим количеством побочных эффектов достигать наилучшего результата. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, будет меньше людей, склонных к самоубийствам и к другим психическим расстройствам. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Это была программа «Послесловие». Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok